8 утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаевы Черкесия. С вами Руслан Куркмазов и Светлана Шаганова. Газовики отключают газ. И это в пандемию. На чьей стороне закон? Начинаем. Поехали. Но вначале мы узнаем полезную весть. Весть от нашего информационного партнера. Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности – уход за растениями и сбор овощной продукции. Оплата труда – сдельная, среднемесячная заработная плата – 27 тысяч рублей. График – с 8 до 17 часов. Образование среднее полное. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Гарантированы социальные льготы, выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться в департамент управления персоналом по телефону. 8-988-910-1040, 7-50-50 и 7-55-82. Сегодня от газовиков мы получим ответы на все вопросы наших любимых телезрителей. К нам уже подошел очень полезный гость. Но прежде у нас приятная миссия. 90 лет исполнилось жителю с жигуты Манафу Алиевичу Семенову. Всю жизнь он посвятил сельскому хозяйству. А еще он вырастил семерых детей, которые подарили ему 18 внуков и 12 правнуков. Прекрасного Аксакала от имени большой семьи поздравляет старшая дочь Светлана. И это жажда утоляющая. В жару песня для Манафа Семенова. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Компании «Газпром» Субтитры создавал DimaTorzok Который позволял приостанавливать поставку ресурса за наличие задолженности Мы выполняем данный пункт за исключением лишь одного случая Правилами поставки газа для граждан регламентируются пунктом 45 условия ограничения И вот в этом пункте 45 есть в том числе раздел, который определяет, что в случае отсутствия договора на техническое обслуживание внутри домов газового оборудования должна быть прекращена поставка газа Так если есть договор, тогда никто не отключит, даже если есть задолженность? Даже если задолженность Скажите про задолженность, сейчас мы поговорим Как может подаваться газ, если нет договора? Дело в том, что при впервые заключении договора на поставку газа Обязательным условием при заключении такого договора является то, что абонент обязан предоставить договор на техническое обслуживание Как правило, договор на техническое обслуживание заключается на 3 года со специализированной организацией То есть у меня был газ, у меня был договор, потом стек срок этого договора, потому что 3 года новый мне не хочется заключать Я требую от вас газа Но это речь идет о частных домах? Нет Это любое помещение, как в многоквартирном доме, так и в частном доме Теперь скажите, пожалуйста, что этот договор предполагает с финансовой точки зрения Для меня, как жителя частного дома или как святая жителя квартиры Что вы должны сделать по этому договору, на основании отсутствия которого вы отключаете газ? В данном случае ресурсно-снабжающая организация, которой мы являемся Мы по этому договору сделать ничего не можем, потому что вы его заключаете не с нами Вы его заключаете со специализированной организацией Ранее, до внесения изменений в правила правительства РФ 410 Было такое понятие, как газораспределительная организация выполняла эти работы Сейчас может выполнять специализированная организация, но имеющая при этом определенный перечень разрешительной документации Поэтому это ваше право, с кем вы заключите Главное, чтобы она подходила под те критерии, которые бы давали возможность проводить эти работы по техническому обслуживанию То есть это проверка котлов и плит? Да У каждой такой специализированной организации есть свой приз-курант цен Вот теперь о задолженности Многие-то тоже полагают, что во время пандемии за задолженность отключать нельзя за газ И вот эти те, у кого договоров нет на техническое обслуживание, преподносят как за долги отключающие Ну вот вы говорите, что до 1 января 2021 года по долгам отключать не будете, потому что есть установление правительства И вот мы со Светой сидим, ссылаясь на пандемию, не хотим платить за газ Мы его получаем, наступает 1 января 2021 года, задолженность у нас будет А можно я вас немножечко поправлю? Поправляйте Слово «не хотим платить за газ» здесь неуместно До 1 января 2021 года наложен так называемый мораторий на отключение при наличии задолженности за газ И запрещено начисление пени при наличии задолженности Но право не платить предоставлено не было Да, но вот как вы можете меня наказать, вот Свету и меня, мы не платим за газ Пеню начислить не можете, постановление на защиту Мы обратимся в суд Скажите, а если в период пандемии, вот мы безработные, мы остались без работы Да, а газ-то потребляемый, а вы с нас хотите требовать И вот я просто хочу понять, 1 января 2021 года, что случится, когда вот эта задолженность накопится? Когда накопится задолженность, 1 января, естественно, пойдет расчет пени Естественно, возникнет основание для ограничения поставки газа за долги Есть такое понятие, если абонент находится в очень тяжелом затрудительном положении То мы можем рассмотреть индивидуально вопрос заключения рассрочки платежа Беспроцентный? Конечно Хотя, правило 354, это поставки коммунальных услуг, основные правила, 75 пункт Он говорит о том, что, в принципе, расчет процента возможен Но, опять-таки, это все по соглашению двух сторон По соглашению сторон ресурсника и абонента Скажите, вот потребитель, который остался без средств к существованию, он не должен сидеть сложа руки, да? А можно вот обратиться, да, к вам, заявлением? Конечно, в индивидуальном порядке можно рассмотреть каждую ситуацию Человек может остаться без работы, у человека может быть какая-то жизненная сложная ситуация Бывает очень много случаев Можно обратиться и рассмотреть это То есть можно представить кучу доказательств, что действительно сегодня он находится в тяжелой ситуации Ну, вот сейчас нас смотрят и говорят, конечно, с чего мне платить за газ, если у меня зарплаты нету И у меня теперь хочется уточнить механизм У меня образовалась задолженность А потом пришла пандемия, я остался без работы Могу ли я к вам прийти за рассрочка? Вы говорите, что да Вот этот документ о рассрочке может ли быть предоставлен в СОБЕС, чтобы мне назначили субсидию на оплату за газ? В обходной лист от коммунальщиков газовики поставят штампик, который разрешает субсидию получать? Такая практика существует То есть вы не монстры? Мы не монстры Теперь, все-таки давайте о первом январе 2021 года Задолженность все-таки будет копиться Давайте объективно посмотрим Потому что вы отрезать газ не сможете И из-за пандемии совесть у многих отсутствует Потому что, говорят, если сейчас разрешают, завтра потом спишут Это как многие не платят за кредит И полагают, что государство простит это все, но почему-то никто не прощает И 1 января, чтобы вы в период отопительного сезона не отключили от газа нас Нам что, с сопливыми детьми к вам идти и кричать во всех социальных сетях, какие вы бессовестные? Я думаю, что если абонент пожелает это сделать, его никто не остановит Но исполнение закона предусмотрено в обязательном порядке И я думаю, что за этот период, ну возьмем так, это почти сколько у нас, 9 месяцев 2020 года Найти какие-либо пути выхода из ситуации по погашению задолженности за газ возможно Если он сидел до 1 января, принципиально не платил А 1 января пришел, сказал, у меня такой огромный долг, и у меня плачут дети Ну, наверное, уместно задать вопрос А что ты сделал для того, чтобы у тебя не собрался такой долг? Какие действия ты предпринимал? Даже субсидию не оформил? Возможно, даже субсидию не оформил И вот хочу такой задать вопрос В социальных сетях, когда ругают вас, говорят, какое вы имеете право во время отопительного сезона отключать от газа, потому что дети мерзнут, старики мерзнут По закону, имеете ли вы право зимой отключать газ? Я вам скажу так, что у нас есть судебная практика, которая прошла неоднократно Не одну инстанцию надзорную, в которой было отражено, есть особое мнение, допустим, суда о том, что отключение в отопительный сезон возможно Скажите, а какова должна минимальная быть сумма задолженности, чтобы вы не отрезали? Такого порога нет Не бывает Даже 100 тысяч рублей По правилам поставки газа считается два и более расчетных периода, если имеется задолженность, то есть основания для того, чтобы отключить ресурс Получается, три месяца не платим, и вы спокойно приезжаете? Два месяца не платим, да, и можно уже, есть и основания для того, чтобы... И можно разжигать костер Спасибо большое Спасибо Таким мы сделали это бодрое, полезное утро Приятные вам субботы и до новых волнующих встреч Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова